Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале Кутер Стуканов, Краснодарский край. У нас выпал снег, утро, сегодня едем смотреть машину для Влада. Поможем выбрать, хотя бы выбирать нечего, бюджет небольшой, поэтому идеальных машин нет. Но что будет, так сказать? Влад человек рукастый, говорит, я сам все сделаю, не вопрос. Я, говорит, не претендую на идеальную тачку. Ну и, соответственно, в чем, так сказать, основная моя помощь? Перегнать машину, потому что он поедет на своей, а обратно на двух машинах. Поэтому мы едем, как бы, ему в помощь. Куда мы едем? В Лапинск. Это сколько километров? 150, да? 130, если через спокойную. Да. Ну и снег уже тает. Не, а мы через отрадную поедем, побольше получится. Мы же в Владу заедем, потом обратно. Снег уже тает, вот. Да, уже плюс. И это радует. Так и вся зима проходит. Ночью снег или мороз, днем плюсовая температура. Это вам не Москва. Ну, ты готова? Готова. Сейчас. И Влад готов уже. Сейчас выезжаем. Поедем в Усть-Лобинск. И, возможно, потом... В Усть или в Лобинск? В Лобинск. В Лобинск. И, возможно, потом в сторону Краснодара ввели... Великое. Великое. Великое какое-то там? Великовечное. Великовечное. Да, там второй вариант. Ну, все. Сейчас поедем. Влад уже, кстати, на следующий день выкинул старую ванну. Купил новую. Все смонтировал. А тумбочку тоже, да? Новую. Раковину. А, и раковину карточку поменял. О, как быстро все. Раз и все. Проехали поворот на Майкоп. Едем в Лобинск. Это станица Зассовская. Ну, уже такая цивилизация тут чувствуется, да? Уже так... Дорога пошире, движуха. Домики получше. Вот, для Лобинска тут уже, ну, совсем ничего осталось. Ну, едем мы где-то час, да? Наверное. Примерно. Больше, да. А, ну, может, побольше часа, да. И вот мне еще понравилась станица. Как она была, станица? Рил. Как станица называлась? Холоджинская, вот, тоже. Холоджинская, да. Тоже ничего было. В общем, ехали мы, ехали. И в итоге, желудок прилип к позвоночнику. Вот, остановились тут у шаурмы. Кофе или чай попьем. Посмотрим. Ну, вообще, в Яндексе написано, что здесь все по куриным кодам. Мы не знаем, но посмотрим. Ну, тут же на улице вон дворек стоит. А, на улице? Да. Это магазин просто. А вон шаурма. Ну, все, сейчас пойдем. Шавирма. Шаурмы нам из кошатинки сделают. Из кошатинки? Да. Шаурма, 150 рублей. Кебаб. Цены московские. Цены, кстати, это вот приличные, я тебе скажу. От размера, вроде. Да, от размера. Давай. А кебаб на размеры попробуем? Есть? Хороший? Наемся. А, и шаурму тоже не сделаете? Куриную. Шаурму. А кебаб сделать не могу с мясом. Ну, беда, беда. Так, так, так. О, а картофель-при есть? А, долго ждать? Да. Десять минут будем приезжать? Не знаю. А шаурма сколько ждать? Ну, если вместе все это сделать, то минут 10 лет. Ну, ладно, мы пока посидим, поговорим. Давайте. Заказываем. Так, ты что будешь? Шаурму. Шаурму. Афри будешь? Фри буду. Африка. Что же, как вы думаете? А что ты такая мокрая? А вон там нет. Захожу, смотрю, Маргарита, вся какая-то обрызганная, мокрая. А тут рыбка, говорит, выпрыгнула. Нифига себе. Вот это дело. А я думаю, что это пол подтекает, что ли, а не рыба прыгает. 23 см. Да. Ну, это недорога, недорога, да? Нет, это не важно. Да. Толстого. 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 Давай, картошка, фри. Ради, кей. А я что про кустому из вообще не могу? Ну вот, один нам, один у вас. Сейчас перекусим, поедем дальше. Собака, иди сюда. Мы сейчас шаурму дадим собаке. Да. вот друзья мы уже в лобинске вот уже город въехали мы стоим у тебя во дворе ну тут много частного сектора даже пятиэтажка есть или четырехэтажка вроде пяти тут я уже узнаю мы же здесь с тобой десятку брали дарит лобинске да вот на этой улице я помню вот эта вот улица тут да 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 вот сейчас они пойдут начинаются торговые центры вот эти цветные да ну тут уже движуха такая нормальная начинается садовая мебель возле воды ну мы тут летом были тем летом но конечно покрасивше было то есть да они там сваркой занимались мир обоих да раз может так и должно быть вот это меня очень смущает вот это шпаклевка мы уже едем обратно друзья ничего не подобрали хочу вам показать пейзаж вот такая дорога часть участок но тут ползучие грунты поэтому нет асфальта вот и поэтому она такая грунтовая хочу показать вам пейзажик холмы горы тут недалеко Ахметовская Светлана если смотришь тебе привет шакалы что не гавкаешь что что где шакалы мы только приехали только-только а уже темно вроде выехали утром приехали а темно а ехали все вот что там у нас в 5 вечера уже темно да в 5 вечера а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 но им тут больше нравится на этом пятачке возможно или щебенка может косточки какие тут же аллача растет косточки походу вот смотри видишь вот они тут и тусят неся ты чё тоже грязи шутка они так нормально в принципе прогуливают туда никуда не убегают ну да первый раз их выпустили они конечно в топили там они привыкли уже как собачки ходят и минут через скопить минут через 20 они уже домой идут наедаются смотри какой пузо у Димона Несси хватит ерундой заниматься помню они были меньше Несси даже Димон был меньше Несси мы их в одном мешке везли двоих а сейчас попробуй хоть даже Славика посади в мешок он туда не влезет это тоже успокоилась уже не бегает с ними ну да а где Славик главное чтобы они к теть Поле не полезли туда в курятник погода такая да у нас днем плюс ночью минус так каждый день когда ясно когда облачно то конечно ночью тоже плюсовые температуры хорошая зима мне нравится да начало декабря люди в Москве сейчас отгребают машины от снега но тут вот травка зеленая это радует а вот это сено в курятник к тете Поле Славик иди назад шлепни хорошо чтобы слушался давай домой сейчас поваляется вот хитрее тебе давай прикусывает еще ты смотри ну что будет делать дальше да свинья она и в африке свинья хоть и тамская хоть какая вот это чудо бассейн не мешайте мне я хочу принять конечно это и есть собаки славик иди сюда славик лужа фирменная славик славик не подходи ко мне ты грязный я приветствую да маловато нет димона за палочку пожевал травы ешьте ерундой занимает да он как кость нашел уже что то все хорошо и солнце и все но эта грязь не просыхает зимой надо нам следующим летом дорожки бетонировать до курятников до туалета до душа чтобы такие основные пути где ходишь так сегодня вроде щебеночки кое-где обсыпал но этого недостаточно тебе же в комментариях написали зима в краснодарском крае это грязь и грязь замерзла так и есть утром замерзла вечером она оттаяла так все хорошо но это лучше чем ходить по снегу москве я с них не люблю честно кто-то кайфует там от зимней сказки я нет по мне лучше вот так грязь почистил но хоть солнышко постоянно ну да насчет солнца тут конечно не поспоришь о уже под машиной побывал колесами а вон третий свин лежит что улеглась мадам хорошо ну что домой идем вот или мелкие камушки покушает хотя я сегодня им там кидал но тут больше да выбор большой цели и льдышки прям оп заглатывает вот ты ли ждет пока у нее это проскочит такая троица она уже льдышкой закусила ну все на сегодня нам хватит сильно мы топить не будем потому что мы сегодня спим под новым теплым одеялом от компании любимый василек ну давайте посмотрим что за одеяло прислал нам любимый василек но для начала я покажу что еще мы заказали кроме одеяла это теплые теплые штанцы для алика такие с начесом вот такой начес здесь ну буду первый парень на деревне будешь ходить по хутору пойдет так и ночную сорочку я сказал морковка морковка пронзает мышку так что интересное одеяло хлопковое нежное пушистое да пока же поближе просёганное вот такое толстая теплая замечательное одеяло я думаю под ним будет очень тепло и толстая такой да обалденная и пахнет чувствуешь ну да какой-то свежести да вот такой друзья у нас прекрасное одеяло от компании любимого селька ссылку на одеяло я оставлю в описании заходите выбирайте одеяло есть разные на любой вкус и кошелек есть подешевле есть дороже это одеяло стоит 5400 рублей можно выбрать что-то подешевле друзья давайте разыграем повторно постельное белье комплект который мы разыгрывали вот была 328 серия где мы получили от любимого селька комплект постельного белья но победители у нас не отозвались давайте заново выберем победителя копируем ссылку на видео вставляем и генерируем вера чемордакова или чемордакова извините если неправильно фамилию назвала мы вас поздравляем комплект постельного белья ваш на почту в описании канала есть наша электронная почта напишите пожалуйста туда полный почтовый адрес ваш с индексом и полностью фамилия имя отчества получателя и мы отправим вам комплект постельного белья а теперь давайте разыграем полотенца на полотенце тоже у нас не отозвались как утешительный приз полотенца с котиками живи в кайф там написано генерируем зина горькуша поздравляем поздравляем у вас будут полотенца с котиками живи в кайф напишите нам на почту на е-мейл я кстати оставлю в описании к видео наш емейл чтобы не искали я нам так и сделаю напишите ваш полный адрес и фамилию имя отчество байконур это казахстан я так понимаю да да ну ничего почта работает отправим в казахстан и в германии отправляли в америку да и в израиль поэтому пишите ваш адрес моем полотенчике а у нас на этом все друзья всем удачи пока